Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите еженедельный обзор новостей сельского хозяйства. Чем обернуться для российских фермеров забастовки в Белоруссии? Сколько подсолнечника соберет наша страна? И когда будет внедрена маркировка молочных продуктов? Об этом в нашем выпуске. Уборка ранних зерновых в России перевалила за экватор. По данным Минсельхоза на 19 августа обмолочено уже более 60% посевной площади. Валовый сбор составил 64,2 миллиона тонн зерна, при средней урожайности 36,2 центнера с гектара. Это неплохой результат. Аналитики аграрного рынка, которые также как и мы следят за ходом уборочной кампании, повышают прогнозы по урожаю пшеницы. На прошлой неделе в очередной раз изменил свой прогноз аналитический центр Русагротранса. Его глава Игорь Повенский отметил, что Россия может собрать 81 миллион 900 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, до 82 миллионов был повышен прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка. Причина все та же. В Поволжье собирают зерна гораздо больше, чем ожидали аналитики в начале августа. По данным Савэкона, в центре России урожайность выше прошлогодней примерно на 20%. А вот в Поволжье, где в прошлом году была засуха, она выросла практически в полтора раза. Приволжский федеральный округ, который не привык к таким объемам зерна, уже испытывает сложности с хранением и обработкой. Отметил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он сказал, что эта проблема уже коснулась Ульяновской и Пензенской областей и вскоре острой будет для Нижегородской области. Впрочем, появилась и другая проблема в этих регионах. Локально прошли дожди, которые привели к тому, что пшеница прорастает на корню. А ведь еще предстоит убрать ячмень, который может осыпаться очень быстро. Мегаурожай может обернуться для аграриев этих регионов локальным снижением цен. Однако сейчас в целом по России цена на пшеницу не падает. Скорее всего, это связано с тем, что фермеры придерживают продажи урожая. Напомню нашим подписчикам, что Клуб Агрознатоков издательского Дома Крестьянин 27 августа проведет в Ростове-на-Дону конференцию «Рациональное зерно. Как вырастить и куда продать?». Главным экспертом на этой конференции выступит уже упомянутый московский аналитик, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он расскажет, на какую культуру следует сделать ставку в новом сезоне и когда лучше будет продавать свой урожай. Мероприятие проводится при поддержке нашего стратегического партнера – компании «Лилиани». «Лилиани» – ведущий российский производитель сельхозтехники для агрологистики. Если прогнозы по урожаю пшеницы растут, то по подсолнечнику, напротив, снижаются. Уже началась уборка этой культуры в Краснодарском крае. Аграрии Крыловского и Кущевского районов, с которыми мы общались, говорят, что результаты их совершенно не радуют. С полей они убирают по 5-6 центнеров с гектара. Максимальная урожайность, о которой нам рассказывали наши аграрии, всего 11-12 центнеров с гектара. Но, видимо, недалеко ушли от этих цифр и в других регионах. По данным Минсельхоза на 19 августа подсолнечник обмолочен с площади почти 20 тысяч гектаров и средняя урожайность составляет как раз 12 центнеров с гектара. Это довольно низкий результат. Аналитики понижают прогнозы. В среднем урожай подсолнечника сейчас оценивают в 14 миллионов тонн. Глава Савыкона Андрей Сизов говорит, что урожай все еще выглядит как хороший и уступает, разве что прошлогоднему, в 15,4 миллиона тонн. Однако вполне возможно, что будут выходить новые, более низкие прогнозы. И, в конце концов, хороший урожай превратится просто в средний. Такая же ситуация сейчас и на Украине. Агентство Агрител по первым отзывам с полей сообщает, что аграрии намолачивают 6-8 центнеров с гектара, тогда как в прошлом году получали 13-16. В Савыконе говорят, что такая ситуация может благотворно сказаться на ценах и поддержать их. Причем как цены на подсолнечник, так и цены на масло. На прошлой неделе общенациональную забастовку в Беларуси поддержали рабочие нескольких предприятий, которые имеют непосредственное отношение к сельскому хозяйству. Прежде всего, это Минский тракторный завод, где митинги парализовали работу нескольких цехов. Собеседник МТЗ, с которым общалось агентство РИА Новости, отметил, что отгрузка техники все равно продолжается. Почему для нас это важно? Как выяснила высшая школа экономики в прошлом году, 56% тракторов, которые работают в России, это как раз агрегаты Минского тракторного завода, а самая популярная модель среди них МТЗ-82. Ассоциация дилеров сельхозтехники отмечает, что Беларусь ежегодно продает от 16 до 20 тысяч единиц тракторов российским сельхозпредприятиям. Однако президент Ассоциации Павел Решетников не ожидает, что в России случатся перебои с поставками этой техники, поскольку в нашей стране есть 3-4 сборочных площадки и они достаточно обеспечены машинокомплектами, а также есть складские остатки. С поставками комбайнов Полесси и Гомсельмаш тоже не должно быть сложности, в основном потому что сезон активных продаж уже закончился и какие-то перебои, если случаться, будут единичными. Что касается импорта продовольствия, то здесь конечно роль Беларуси всегда была ведущей. На долю у этой страны приходится 35 процентов зарубежных поставок говядины, 70 процентов молочного импорта, 9 процентов поставок импортных томатов и 18 процентов импортного рынка огурцов. Однако аналитики, которых опрашивала наш корреспондент Инга Сысоева, отвечали, что скорее всего рыночные интересы победят, политические волнения и торговые связи России и Беларуси нарушены. не будут. Подробности вы можете почитать в материале Инги Сысоевой, ссылка под видео. Минпромторг России озвучил планы по внедрению обязательной маркировки молочных продуктов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Согласно этому документу первые идентификационные коды придется наносить уже 20 января 2021 года. Обязательная маркировка начнется с долгоиграющих молочных продуктов, молока и сливок со сроком хранения более 28 суток. Далее с 1 июля коды придется наносить на сгущенку молочную сыворотку, сливочное масло, сыр и творог, а также молочные коктейли. С 1 октября 2021 года маркировка станет обязательной для йогурта, ряженки, кефира, сметаны и прочих кисломолочных продуктов. Минпромторг предлагает установить отсрочку для крестьянско-фермерских хозяйств, но лишь для тех, которые самостоятельно перерабатывают молоко и самостоятельно его продают в розницу. Таким хозяйством наносить штрих-коды будет позволено с 1 октября 2022 года. Отраслевая ассоциация «Союзмолоко» считает, что устанавливать сроки для маркировки молочных продуктов еще преждевременно, поскольку только 31 декабря текущего года закончится эксперимент по внедрению маркировки. Только 1 сентября будут обнародованы предварительные итоги этого эксперимента, а вот общее финальное заключение можно будет сделать лишь в конце января следующего года. Поэтому говорить о том, что пора в обязательном порядке маркировку применять на всех молочных производствах пока рано. Кроме того, в «Союзмолоко» отметили, что сейчас в России действуют 2500 средних и крупных молзаводов, а также несколько тысяч небольших фермерских хозяйств, которые перерабатывают молоко. И внести данные обо всех этих организациях в систему за менее чем полгода будет просто невозможно. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вас волнует.